— Есть тема, на которую мы не можем говорить? — Нежелательно. — Есть такие темы? — Конечно. Футбол и политика. — Футбол и политика? А футбол почему? — Никогда не смотрел, никогда не болел, никогда не интересовался. — То есть то, что сейчас идет чемпионат мира, вы не смотрите? — Не только сейчас, за 51 лет, что было, никогда не смотрел. — Почему так не одевал? — Не были. — Никогда не было интересовался? — Абсолютно. Даже не играл никогда. То есть однажды встреча звезд, не знаю с кем-то была, но это не футбол, просто ради съемок бегали. — Развлечения? — Да, по полю бегали. А так, мне даже стыдно сказать. — Почему? Есть люди, которым не нравятся. — В случае недавно мы были в опере, нас пригласили, Лиле Мяджун. Может, ему же рассказали самому. Мы сказали, что нас четверо. Встретимся там на улице и потом все вместе пройдем пригласительно у одного. Встретились. Двух я знаю, друзья. Один молодой парень, я его не знаю. Солом Рейк, Алексей, нам прошли. Прошли в зал, сидим. В антракте я вижу маленький пацан. Он проходит все через эти ряды, проходит и подходит к этому молодому человеку, с ним фотографируется и уходит. И я спрашиваю своего друга, я хотел сначала у него спросить, вы из какого театра. И постыдился рядом своего друга, спросил. Он говорит, Гарагараева не знаешь? Я говорю, нет, какой Гарагараев? Ну, футболист, воротарь, по-моему, мне потом сказали. Не, не воротарь он. Тем более. Полузащитник. Да, не знаю. Все. Стыдно было, конечно... То есть, он с вами был в театре? Да, мы вместе, да. Самое главное, чтобы он вас знал. Он, наверное, вас знает. Ну, беля... Так, да. А он же не спросил, с какого клуба? Нет, нет, нет. Вы меня утром разыграть решили, что якобы забыли, что у нас сегодня будет съемка. Вы вообще, люди часто разыгрываете? Шутка с бородой. Ну, это... Эту шутку я делаю, когда обычно утром в прямой эфир когда-то в гости зовут. Вот тогда я делаю, я не могу прийти, вот сейчас пробки здесь, ужас. Хотя я уже там где-то паркуюсь там. А как это? А как? Потом мне говорят, нет, я здесь, не беспокойтесь. Я к этому очень щептильно отношусь. То есть, все верим, чем все. Если вот даже пробки сейчас у нас в городе ужасные, рассчитываю, за 20 часов вперед выхожу. Где-то там, если время осталось, сижу в кафе. Время... В общем, вы пунктуальный человек? Пунктуальный человек. Что редкость для людей, в принципе, творческой профессии? Да. Я пунктуальный человек. Люблю сам это делать и люблю, когда... Ко мне так относятся? Слушайте, в Википедии у вас творится полная неразбериха. Написано, что... Со мной, да? Да, в вашей странице. Это еще справились, справились. Там было написано, что вы из Аджабады, но родились в Кешле, но семья родом из Берды. Все правда? Нет. Это еще, по-моему, это исправленный вариант, да? Но он тоже неправильный. Был Рафаэль Исаулы, моего папу звали Чарказ. Родился в Аджабаде, я родился в Баку. Учился в первой школе. Я учился в двести первой школе. И еще одна такая ошибка была. В общем, потом, когда я в эфире выступал где-то, тоже такой же вопрос задали. Ну, родом я из Берды, да. Папа Бординский, мама Бакинка. Недавно я, кстати, вот такое видео публиковал. Да. Ну, сам родился в Баку. Чешлинский. На пятьдесят процентов. Давайте о Бушахерде поговорим, если можно. Бушахерде с 2000 года функционирует, правильно? Да. В 2000 году я с этим проектом в девяносто девятом году ходил, стучал по телеканалам, который тогда было. И первый вопрос, который они мне задавали, есть ли у тебя спонсор? Естественно, кто я был такой, чтобы у меня был спонсор. Мне сказали, до свидания. Когда будет спонсор, подойдете. И в девяносто девятом году, когда снимали «Огонек» одном из каналов. Можно назвать каналом? Да, конечно. Конечно, «Спейс». У меня там роль была с Рафик Меллимом покойным. Он играл режиссера, я играл ассистент-режиссера. Там, значит, Мейрбанхан Мелех Перзады. Я к ней подошел впереди и сказал, что у меня есть такой проект. Ну, проект, естественно, я украл городок. Кстати, халаллык получил. Серьезно? Да, в 2001 году, когда мы выступали, у нас в Питере был какой-то концерт, гостиница «Прибалтийская». Там был их один ведущий, народный артист РСФСР, лауреат госпремии. Вот такая огромная визитка была. Я к ним подошел, у него спросил, вы знаете Олейникова Стоянова? А что за проект? Я просто отблагодарить хочу человека. Он позвонил не Стоянову, а Олейникову покойному. И я ему сказал, что, короче, спасибо большое. За что? Я ему сказал, вот у нас есть такая же передача, Гушаер, да? Ну, городок. Он мне сказал, да ладно, городки сейчас по всему Союзу. В общем, я у него халаллык, короче, взял. Ну, вот я обратился в 99-м году к Мейер Банхану. Мейер Банхан мне тоже сказал, что потом поговорим, да. Ну, я понял, что опять, да, то же самое, наверное. За дверь выставили меня. Но... Это вам тогда сколько лет было? 30? Даже 30-ти не было, по-моему. С 74-го года я. К тому моменту вы были актером, просто актером? Я работал в Гензляр театре, молодежным театром. В Гензляр театр под руководством покойного Суэна Гатакшиев. Там мы уже с Жошкуным вместе работали. Ну, с Жошкуным мы вообще с 90-го года однокурсниками учились. В Гензляр Санет. В Гензляр Санет. В Гензляр факультет драмтеатра и актер. В общем, в 2000 году мне позвонил Мейер Банхан, Алексей Барзада, и сказал, помнишь, у тебя был такой проект, давай принеси пилотную программу, сделаем, посмотрим. На спейс? На спейс, да. Мы пришли, первый день, съемочный день был. 14 февраля, день влюбленных. В общем, пилотную программу сняли. Режиссером был Эльхан Чафаров. В общем, насколько понравилось руководству, что даже заплатили и за эту пилотную передачу. И пошло, поехало. И сколько времени ваш проект выходил на середине? Три года. Три года. Я сам был автором. Джошкун, актер, я актер. Ну, сценарий. Ну, я писал вынужденно. Я не сценарист, я актер. Приходилось, я собирал анекдоты, их национализировал. Потом, между анекдотами писал какие-то репризы маленькие. И все. И народу нравилось. Все смотрели. Ашкер Аллах. Ашкер Аллах. И вот. Тогда же, по-моему, был этот, да, Аллах, как он, Самир Алискеров и его напарник. У них же тоже был дуэт вдвоем. У них был Сафкулу Меммед Гуду, короткие репризы. Но у них никак передача. Но это было параллельно, по-моему, с вами, да? Они были на другом канале? Параллельно были Чингиз Рахман, параллельно были они и мы. Все, по-моему, все. Тогда мало было передач таких. Но долгожители вы. Они перестали потом функционировать. А вы до сих пор работаете вместе? Да. Работаем вместе. А бренд Бушахарда сейчас кому принадлежит? Вам? Вам вместе с Джошкуном, я не знаю, Мушвигу. Кому принадлежит бренд? Бренд Бушахарда принадлежит Бушахарда. Мушвиг, Рафаэль, Джошку. Вы троем там? Да. Вы мне скажите, пожалуйста, юмор с 2000 года сильно изменился? Сильно. Очень сильно. Вот в нашей стране? Да. Ну, времена, как говорят, меняются. Вместе с ним меняем все и мы. Лучше, в худшую? Он стал более примитивным, он стал, наоборот, очень тонким, интересным. В какую сторону он изменился? Вот все есть там. И Пахапчина тоже есть. И он стал коротким. Что такое коротким? Есть люди, деловые люди, они говорят, мы приходим домой очень уставшие, мы не можем смотреть ваши передачи там три часа, два часа. Нам надо перед сном расслабиться, вот что-то посмотреть. Две минуты, три минуты, пять минут посмотреть, сбросить все вот это и поспать. В том плане стал очень коротким. Потом опять времена меняются, вместе с ним меняемся и мы, то есть юмор тоже меняется. Тема меняется для юмора. Вот в последнее время актуальный юмор какой был? Про пандемию. И люди меняются, и юмор меняется, естественно. Но вам это близко или вам это легко? Ну, немножко становится труднее, да. Немножко труднее становится. У молодежи свой юмор. У старого поколения у них свой юмор. У нашего поколения, не знаю, чем мы считаем сейчас, старыми или как? В среднем. В среднем, да. У нас свой взгляд. Как вы охарактеризуете свой юмор сейчас? И кто ваш зритель? Это ваш зритель, ваш ровесник? Молодежь вас не смотрит? Не, молодежь тоже смотрит, слава богу. Старое поколение тоже смотрит. Пусть не обижаются на слово «старое». Разное поколение есть. Но ваш юмор, вы его как назовете сегодня, на сегодняшний день? Что это за юмор? Можно его охарактеризовать какими-то одним-двумя словами или нет? Национальный юмор. Вы же много лет уже играете, учитывая, что вы в дуэте двое мужчин, играете женские роли тоже. И когда я говорю «вас», я имею в виду и вас, и Чошкуна. Вас каждый раз критикуют за это. Люди не перестают вас за это критиковать. Сначала надо понять жанр. Наш жанр. Игра, театр двух актеров. Все роли должны играть мы. Все. Никто, кроме нас. Вот сейчас предлагают все друзья, не знаю, не другие, или кто-то вообще, стандартный зритель, скажем так, предлагает. «Поменяйте, да, поменяйте». Я говорю «вот как поменять?» «Что хотите?» «Ну я не знаю, не знаю, ну поменяйте». Я говорю «жанр нашего бушаера, вот этот все, его менять нельзя. Если менять, приглашать туда каких-то других актеров, актрис, это уже не наш стиль». «Это уже память в Баку». Ну, можно же вот, допустим, как в театре. Есть же спектакль, где состоит из пяти актеров, или из восьми, или из четырех. Допустим, да, вот так. Ну, у вас никогда не было приглашенных актеров, да? Были, были. Там, ну, очень мало, можно даже так посчитать очень легко, там. Два или три раза. Все, не больше. Ну, люди, которые вас критикуют за женские роли, вообще это кто? Вот что это за люди, как вы считаете? Мне очень кажется, что они вообще не знают про Гусейна Раблинского, да? Никогда не… Я тоже так говорю. Никогда не понимали вообще, что это такое. Я тоже так говорю. Это люди совершенно другого какого-то склада ума и довольно примитивного, как мне кажется. Типа… Ну, это всегда было, это всегда будет. Вас это не трогает никак? Ну, когда он как зритель высказывает свое мнение, это нормально. А когда он переходит на, скажем так, «такир», что бывает изредка, но бывает. Ну, это, конечно, обидно. И причем ему никак не ответишь. Не… В лицо это… Где-то пишет, где-то как-то пишет, но не в лицо. Вы никогда не думали из-за этого пригласить на женские роли женскую актрису какую-то? Женщину, нет? Ну, это же не Бушарда уже. То есть, все равно принципиальный момент. Да. Пока есть Бушарда, это будет вот так продолжаться. Чошкун и Рафаэль будут играть все роли Бушарда и Чинда, скажем вот так. Вы смотрите зарубежных юмористов? Не так часто. И это, как бы, немножко ближе к нам турки. Джим Елмас приезжал, нас пригласили тоже. Хотя уже заметно. И тот юмор, который он делает, это для его страны, для его народа. Английский юмор, он вообще какой-то… То, что делает… Как его звать? Мистер Бин. Иногда его поступки как будто… Поступки неадекватны для человека. Сырую рыбу, живую рыбу бутербродом кушает. Это не смешно. Или Бен Нихил, допустим. Или… К нам ближе турки. Вот и то, вот… Джим Елмас, я смеялся над его шутками. Которые были… Близок мне был. Его юмор, когда его в сауне с ним хотели фотографироваться. Вот им в тумане, в паре. Он говорит… «А Олум, нет, я здесь…» «Ща донор». Такие моменты, да, со мной тоже происходило, поэтому… Тоже в бане? Да. Тоже в бане. Тоже хотели сфотографироваться? Да. И очень извиняюсь. Ну, как… Естественно… Видим, ходили в баню… Там… Фитя… Вот это… Куда… Раньше я ходил на пляж… Вот эти… Летом, да, естественно… Подходят… Можно сфотографироваться? Я говорю… Я говорю… «Надо так прямо…» «Мне неудобно…» «Жена с тобой сфотографируется…» «А ты…» «Я не хочу быть жена…» «Стоит…» «Потом подошла одна беременная…» «Можно сфотографировать?» «Я говорю… «Нет…» «Почему?» «Я говорю… «Кому я докажу, что это…» «Вот мы с вами…» «На пляже…» «Вот это…» «Купальный костюм…» «Беременный…» «Она обиделась…» «Я говорю…» «Пригласите еще кого-нибудь…» «Из своих…» «Пусть рядом станет…» «Сфотографируется…» «Ну…» «Уже…» «С 2000…» «С 2008 года…» «Я не хожу…» «На пляже…» «На родине купаюсь…» «Из-за этого?» «Вот из-за таких дел?» «Это тоже есть…» «Но сейчас вот эти телефоны…» «Чуть чего…» «Сразу…» «Хотят что-то снять…» «Какое-то…» «Недавно…» «Случай…» «Были…» «Естественно…» «Один…» «Приус…» «Тойота…» «Приус…» «Меня чуть-чуть…» «Газа сделал…» «В общем…» «Только отошелся…» «Мне звонит…» «Говорит…» «Папа…» «Что случилось?» «Я говорю…» «А что случилось?» «А авария…» «Ты откуда знаешь?» «Одна женщина…» «Говорит…» «С пятого этажа…» «Всё сняла…» «Всё сняла…» «Всё сняла…» «Зачем?» «Эра…» «- Э…» «Социальных сетей…» «Мен…» «Я может вывернуться оттуда, «а этот…» «П büyük Broken Desert…» «Номер там…» «Можете его…» «Поймают…» «Можете…» «Но я его просил…» Я говорю, такого дорожного движения нету, дал сигнал вверх. Есть встречные, я уехал, а может ее поймают, позвонили, нашли эту женщину, сказали, уберите, пожалуйста, вот эти фотки. – Вы есть в соцсетях? – Недавно Instagram в августе 12-го открыл, очень поздно, по-моему. – 12-го? – Августа. Нет, нет. Этим летом. – В этом году? – Да, в этом году. – До этого никогда не были. – Сколько дней, мучаюсь, не могу никак найти, в ТикТоке тоже один под моим именем открыл, уже 46 тысяч, что я не выкладываю сразу, и самое главное, жалуюсь, ему самому пишу, что может хватит уже, если нужно было, я бы себе ТикТок открыл сам. А я создал. – А люди думают, что это… – Ну, я уже близким всем сообщу, что это не я. – Через 10 лет «Бушахда» будет существовать, как вы считаете? – Я не знаю, через 10 минут что можно. – Есть какие-то планы у вашего коллектива о том, что вы будете делать через 3 года, через 5 лет, через 10 лет? – Если честно, я не могу сказать. – Но планы есть? – Если хочешь размешать Бога, расскажи ему про свои планы. – Я вообще не хочу планировать, но я не думаю. Сегодня нам уже и Джошкун, и мне 50. Мога 72-го года. У младшмена 8 месяцев. – Надо уже как-то прекрасное слово сказать «Ахаллах добре». Не хочу бушахардинцев обижать, но уже надо. Хочу, естественно, и в театр хочу, и в кино хочу. – Вы сейчас о чем? О том, что уйти вообще, закончить с Бушахда? – Ну, сейчас на данный момент нет. Ну, я думаю, что придет время, надо будет попрощаться с этим. – Вы никогда не хотели поменять партнера? Выступать с кем-то другим? – Нет. Это железный вид. – А просто уйти? Все бросить уйти? Никогда не было таких мыслей? Уйти и выступать сольно, например? – Ну, я снимался, у меня были сольно… Это поначалу было, несколько фильмов снимался, потом уже нет. – Нет, я имею в виду как юморист. – Там я тоже сольно выступаю. Когда там аду играю, у меня стендап, пока девушка переодевается, этого мне хватает. – Вы, кстати, много концертов давали в России, в Украине? – Украина, Россия, Казахстан, Прибалтика, потом в Стокгольме были, два раза в Лондоне концерт был, в Германии концерты были. – Так, нормально. – Давно были в России или в Украине? – В феврале, по-моему, 28-го у нас был концерт, мы вернулись, война началась. – Потом в Лондоне концерт был, мы обратно с Елизаветом ханом. – Дюня сын, да ищи. – Во время этой пандемии только-только, когда разрешали уже. И в Гяндже был концерт, слава Богу, все нормально. – Вы следите за тем, что происходит в Украине? – Да, у меня там дворец брат живет, мама украинка, таймоллы, друг живет там. – В каком городе он живет? – В самом Киеве живет. – Он продолжает там оставаться? – Да, у него там, и он оттуда даже женился, у него все родственники там, дети там, все. У него там огромное предприятие, завод, что он отдал свой завод под госпиталь, где они его узнали, разбомбили. Завод стоил там 2 миллиона долларов, но он до сих пор там никуда не уехал. созваниваемся, он мне все время видео какое-то присылает, какие-то… Горхман, все, это нормально. – А что вы думаете о войне в Украине? – Война в любом случае нехорошо, в любом случае. Ну, на дедмахе политика… – Политика не будем говорить. – Свадьбу вы ведете? – Нет. – Никогда не вели? – Вели в 2002-2003 году уже все. – А почему? – Эти деньги того не стоят. Пусть не обижаются мои коллеги по цеху, кто ходят, там ада, или певцы, или актеры – это у каждого свое мнение. Но эти деньги того не стоят. – Объясните, почему? – Хочется жить хорошо, правильно, но, опять-таки, повторяю, чтобы хорошо жить, не надо портить свои нервы. – Не все свадьбы, не все мероприятия благополучно кончаются, проходят. Кто-то делает сыну или дочке свадьбу, приглашает тебя, и кто-то есть среди гостей, который не может себя вести или после спиртного, или из-за того, что он очень богатый, или вообще просто круглая нервотрепка. – А что случилось в 2002-м, что вы перестали после этого? – Нет, просто мы начали уже давать концерты, потом фильмы, съемки, и поэтому… И вообще мы этим делом занимались не хотя. – Не хотя? – Не хотя, естественно, не хотя. – После 2002-го не было никакого такого заманчивого предложения, что прямо хочется ей пойти? – Было. В Израиль приглашали… – Вести свадьбу? – Да. – И все равно не поехали? – Причем не всю свадьбу вести, а выступить одним номером, это от меня требовалось Сильтуш, а от Джошкуна там два или три, в общем, только сценку свадьбы, отказались. Потому что какая разница, свадьба, 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 нет, нет. – Ну там же не ведущий, там вышел, выступил полчаса, например, за 15 минут ушел. – Здесь же тоже предлагают. А если потом кто-то услышит, что мы туда ходим, а здесь нет, обидно же будет, нет. Поэтому, не знаю, это лично мое мнение, что эти деньги того не стоят. Вот свадьба кончается в час, в два часа приходишь домой, если в два, только приходишь домой. Там выпил пока чаю, там что-то отдохнул, гул в ушах все время, со свадьбы все это. А то ты же не скроешься, ты же не будешь, ты все время должен находиться рядом с музыкантами, чтобы контролировать ситуацию. приходишь домой, вот этот гул в ушах, там хорошо пошел, чай выпил, там душ, туда-сюда, то голову нападут, все это, обратно встаешь, в 4 утра, в 5 утра засыпаешь, потом в 2 часа в нем вставать, все уже пошло не так, день потерян, вспоминаешь вот эти лица, которые здесь самодовольные есть, есть пьяные есть. Вы, наверное, очень много слышали ситуации в наших свадьбах со знаменитостью. У вас были такие ситуации? Слава Богу, мы не так много ходили, поэтому как-то с нами такого не случалось. Ладно, вы не ходите на свадьбу, у вас есть тогда какой-то другой заработок, бизнес, чем-то еще заниматься, или вот только Бушагарда и все? Лично у меня только Бушагарда. Да. Сколько лет я собираюсь, давай что-то сделаю, давай что-то сделаю, давай что-то сделаю, но… Это не скромный вопрос, но этого хватает, чтобы… Холоднее. Холоднее для того, чтобы продукт не портился, машина, средства передвижения, телефон, роботовастость, дом для того, чтобы жить там. Если на это все смотреть правильно, то хватает. То есть машина, да, машина у меня большая, но имчан был, я купил, не был имчан, из-за этого пойти в банк, кредит и потом работать все время, отдать этот кредит – это уже нервотрепка. Каждый месяц ты думаешь, а, первое число, все, уже кредит, бахтады, а, как будто… Нормально, да, вот, нефс. Я не знаю, нефс, нефс. Если убить в себе вот этот нефс. Аллах. Сын ваш тоже стал юмористом? Сын мой, сын мой, да. Вы оказали влияние на него в этом? О. Ну, мы когда-то три годика было, он снялся с нами в Учарде. И для трехлетнего пацана неплохо сыграл, я вам потом покажу, если захочу. Он знал, что он играет? Да, он знал, что он играет. Потом его пригласили у АСТВ, там рубрика была у Лусвалы, детская программа, он там был ведущим. В шесть лет он с нами снялся в Москве в Баке Готары. И потом, когда появились все телефоны, начал снимать, куда-то выкладывать видео. Я думаю, тогда я просто... Потом все... Естественно, я ему что-то иногда, какие-то советы даю. Не отговаривали? Нет. Но и не заставляли? Я его отговаривал не бросить институт. Он меня не послушал, сказал, что мне не нужно. Я себя вижу здесь. Это мне... Какой институт он бросил? В АПЕ. В АПЕ? И на каком курсе был? На третьем. И он бросил на третьем курсе? И бросил. И там обстоятельства были. Некоторые вот сейчас неприятно, не хочу говорить. Но сказал, что, баб, не хочу учиться. И вот, давай, да, как-нибудь. Как-то. Он говорит, не надо, не хочу. По этому диплому, по этой специальности я работать не буду. Не хочешь, не хочешь. Когда тебе это говорит взрослый человек, это нормально. Был бы он ребенком. Айбала, Шахсан, Бестин. Ну, уже когда ему... Сколько ему было, я не помню. В общем, больше 20 был. Все. Не хочешь, не хочешь. Я знаю, что делаешь? Да. Ну, все. Взрослый человек. Он со спортом так. И с 9 лет он ходил на этот... Не то кикбоксинг, не то... Хорошие результаты. Его хотели уже 11 лет, когда ему было на серебровании. Он пришел, говорит, пап, я хочу с собой погодить. Говорит, давай. Спорт это не мое, не хочу. И он, конечно, вышел и все. Потом он футболом очень увлекался. Но, по-моему, никогда профессиональным футболистом не хотел стать профессиональным футболистом. В общем, азатых с родительской стороны есть. Озенбрайс. То, чем он сейчас занимается, вам нравится? Не как родитель, а как тот же человек, юморист, да, как человек из этого же цеха. Были поначалу, но это не только его, это совместная работа, их не команды. Я им говорил, что не надо, вот такие вещи делать не надо, там что-то. Я сейчас не помню, но что-то было, что я их всех собрал и не сказал, что нежелательно. Прислушались? Прислушались, да, но я уже постепенно смотрю наши фильмы, наши вот эти короткометражные фильмы, наши, и я уже вижу, что, по-моему, зритель это уже так воспринял. То есть, вот, когда пришёл Джим Илмаз, в зале, давайте начнём с этого, что на каждом концерте, каждый день в зале у нас сидят 20% женщины в хиджабе. Вы говорите о концерте Буши-Арда. Буши-Арда. Ну, я не знаю, вы знаете стиль Джим Илмаза? Там есть, написано 18+. Когда у него на концерте я увидел его стиль, сблизи увидел, то есть, услышал сам мат-перемат и увидел, что там сидят семьи, которых я знаю, семи с детьми, там нишанный кто-то, муж с женой, то есть, которых я знаю. То есть, сидели там в зале, и там мат-перемат, и там были женщины в хиджабе, и там это уже... Я понял, что даже подумал, что я где-то отстаю от юмора. То есть, ругаться мат-перемат, это уже как бы нормально воспринимается. Возможете так же? Нет. Не дай бог, алла-элемас. Не хочу. То есть, это в любом случае не ваше? Вот где-то намёк можно, ну, открыто это вот слово, вот, мат-перемат, вот, прямо открыто, в открытой форме, в откровенном форме сказать, вот, не дай бог. Это не моё. Не наши. Не большая аргентская. Фильмографии вашей? Около 20 фильмов, правильно? Тоже из Википедии. Если это правда. Не знаю, там, в Тахминеве, заур, я не снимался, откуда они туда написали. Там это тоже было, вот это я не видел. Вешмарта по левенал, взмарта по сигна, меня там не было. Сколько фильмов тогда у вас? Сколько их снялись? Сейчас не помню, честно. Есть вот... Ну, они все комедийные, да? В основном, да. Ну, это же они снимались после того, как я уже стал, извиняюсь, знаменитым, знаменитый комедийный актёр. После, да, все в основном, да. Вам никогда не хотелось сняться в серьёзной драматической роли? Хотелось. И сейчас хочется. Вы что-то делали для этого? Предлагали себе, может, кому-то? Какому-то режиссёру? Нет, точнее, мне предлагали, но... У нашей Бушахарди есть закон, отдельно не снимаемся. Или вместе, или... Ну, пока, по крайней мере, это так. Насколько это справедливо? Если вам поступает хорошее предложение и хорошее... Нет, таких хороших не поступало, если честно. Ну, мне кажется, вы хорошо сыграете вот серьёзную драматическую роль. Потому что вы харизматичный человек. И я, и тёшка, мы всё играли в театре. Гензляр-театр, молодёжный театр. Смотрите. Будучи студентом в институте, в третьем курсе, с третьим курсом мы начали уже работать в Гензляр-театре. У такого режиссёра, как Усейна Атачиев, играть в театре и получить главную роль, это не каждому дано. Мы играли. Мы играли в театре. И в то же время, института, в пятом курсе, это дефлорная работа Чехова. Вишнёв сад, играли. То есть, что я... На русском языке? Нет, нет. На азербайджанском языке. У нас тогда педагог был покойный Фуат Поладов. С первого курса взялась Шапка Хан Мамедова. Во втором курсе у нас Шапка Хан Юсупова и Эльнира Шабанова и Шахмар Эльф первый покойный. А потом с третьего курса Фуат Поладов. То есть, что я хотел сказать. Мы играли в театре. Всё играли. И трагедию, и комедию, и трагикомедию. Всё было. Вот всё было. Но если вам всё-таки предложат очень хорошую, драматическую роль, серьёзную, но только на вас одного, вы всё равно откажетесь? Или готовы рассмотреть? Я это мнение готовы рассмотреть. Просто сам думал податься в режиссуру. Даже есть некоторые, вот не хочу свой секрет выдавать. Уже есть что-то в плане, но я не знаю, с чего начать, как это всё делать. Нужны огромные деньги. Спонсор, как всегда, всё упирается в спонсора, да? Из спонсора не такого, чтобы прическом флангер, или костюмом флангер, да? Да нет. Чтобы человек, который будет спонсировать этот фильм, он тоже был заинтересован в этом. О чём был бы ваш фильм первый, если вот находите вы спонсора? В общих словах, о чём бы этот был фильм? Если я сейчас скажу, я же сам себя выдам. Может, кто-то у меня сценарий украдёт. Вы детально не говорите, да? У меня конкретно, подетально. Подетально. А если не подетально, это взаимоотношения мужчин с женщиной? Это, я не знаю, нереализованный по жизни мужчина, или ещё что-то? Это что? У нас есть герои, реальные герои, азербайджанцы. У них судьба сплошная. Люди, как бы сказать, вот этот человек с героическим, с героической жизнью, вот этот, если бы этот герой был у какой-то другой нации, тем более у наших врагов, они бы давно сняли про этого человека фильм и во весь мир орали об этом. Но речь не про военнослужащего, или про военнослужащего, когда вы говорите герой, или это просто герой, как главный герой? Там разная. Там разные судьбы. Вам, кстати, нравится наш современный кинематограф? Давайте вы мне расскажите про кино, про наше. Вот что вы имеете в виду, скажите. Ну, вы в этой сфере больше, чем я. Комедии современные, я не знаю, там, Эмиль Гулиева фильмы. Может, перестанут врать. Может, семьи перестанут разрушаться. Браки будут не по расчёту. Другие фильмы, в том числе те, в которых снимается ваш сын. Эмиль Гулиева. Есть и молодые режиссёры, талантливые. Есть актёры. Талия, фильмы, например, да. Юзбаева, я не знаю. То есть это то, что приходит на ум. Я не фанат в данном случае. Не смотрю, не слежу за каждой новинкой. Вы к этому цеху ближе, чем я. И в целом наверняка вам попадались какие-то фильмы. Даже короткометражки вам нравятся? Вот современное состояние азбуржанского кино? Как бы сказать, чтобы никого не обидеть. Честно? Честно. Если честно, скажу, наверное, многих обижу. Но есть те, которые и нравятся, и не нравятся. Если честно. Ну, не буду уже поимённо назвать. Но всякое есть. И плохое, и хорошее. Ну, картину, которая прям очень понравилась. Назвать можете или нет? Прямо вот очень понравилась. Вот я вот её посмотрел, кайфанул. Прямо она мне очень понравилась. Есть что-то такое? Наша взрослая. Да, да, да. Ну, вот у Алихана есть фильм. Короткометражный я посмотрел, мне понравилось. То, что Эмиль, вы сказали, тоже есть фильм. Посмотрел, понравилось. Нет. Есть ребята, есть талантливые актёры, есть режиссёры. Не всё, но опять-таки есть и нравится, есть и не нравится. Бля. Что вы делали два года во время пандемии? Как вёл себя коллектив ПЧАРД? Как удавалось бороться с тем, что нельзя ничего делать, нельзя ничего снимать, нельзя выступать? Вот, ну, в целом два года, да, там, периодами, если посмотреть. Вот за эти два года чем занимались? Ждали хороших вестей. и кто-то говорил, что скоро открывается всё. Доходили до этого скоро, оказывается, это не так скоро. Это опять продлевали. Недавно у нас 5-го, 6-го и 9-го был концерт ноября. Три года мы не выходили на сцену. Три года? Да. Только в Гяндже, то, что я говорил, в Москве и в Лондоне. Только вот эти три концерта очень страшно, очень трудно после такой паузы. Переживали, очень много переживали, ведь никто же не знал, когда всё это кончится. И мы в том числе ждали, переживали, может, хотели снять какие-то, точнее, сняли какие-то передачи для Ютуба. Жить-то как-то надо было. У нас такого личного бизнеса нет, я же говорил уж. Для Ютуба снимали, для какого-то телевидения, но это всё не то. Это всё не то. Было очень трудно, Аллах крошечки, от всё вот это. Видимо, как вы говорите, надо какой-то бизнес сделать всё-таки. Хотелось даже, были предложения, может, завязать с этим, но другие друзья предлагали. Какой бизнес вам ближе всего по душе? Если это можно назвать бизнесом, то актёрское мастерство. Кроме его? Я не знаю, ресторанный бизнес, магазин открыть одежды, завод Я хочу заниматься тем, чем я могу, умею. То есть актёр вот я режиссёром был, Бушаерда вынуждена был, я автором был, вынуждена, но актёром был с удовольствием. Сейчас у вас Бушаерда режиссёры, сценаристы, и все отдельные люди. Сценарист Мишу Габасов, режиссёр Шошкан Рахимов и Рафаэль Скендов. То есть мы. Вы поправляем режиссёр? Да, поправляем друг друга, ситуацию объясняем друг другу, находим зерно. Шошкан у нас костюмер, художник по костюму. Я всегда хотел и занимался тем, чем умею. предлагали давай откроем ресторан. Я говорю, это не моё. Это не моё. Я лучше пойду заниматься сварщиком, сварочными делами, что я умею. Допустим, открыть себе маленький цех какой-то, делать какие-то работы по своей фантазии или продавать, или не знаю. Вы занимаетесь этим на досуге? Иногда бывает. Я одно видео выставил туда, в Инстаграм. Откуда у вас это хобби? Всегда было? Я до института окончил СПТУ номер 22, где покойный папа работал. Я там три года учился и учился в то время, я сейчас не знаю как, тогда учили. То есть вы учились на сварщиках? Да. В школе плохо учился, естественно. Учил те предметы, которые меня интересуют. И надо было, я видел, как оскорбляют плохо учащихся, что место занимаешь. И чтобы мне это не говорили, кстати, мне это не говорили, я сам ушел с восьмого класса, все. Папа работал в СПТУ. Три года я не мог поступать в Комсомол в школе. Туда меня сразу Комсоргом назначили. Билет сами пришли, отдали. Там такая одна фраза, я извиняю, три года серьезно. Три года. Как может семиклассник запомнить два года, допустим, вот у нас теория и три раза практика. Мы проходили в цех, нам выдавали брезентовые сварочные костюмы, ботинки, маски, каски, там, не знаю, пачка электронная, идите работать. Мы получали за это деньги. Я очень, очень рад, я благодарю, суть, вышла, я это окончил, я там учился. во-первых, как стал комсоргом меня по всему союзу за счет комсомола. Мы гуляли, все дети училищевские гуляли, ходили по всему союзу туристически. Получали стипендию, получали зарплату за эту работу, то, что мы в цеху делали. Бесплатное питание, бесплатная одежда. Сейчас я занимаюсь этими делами иногда. Друг в цеху работает, я хожу к нему, мечтаги, там что-то делаем, что-то декоративные вещи. Ну, для себя, наверное, не на продажу. Не, не, не. Ну, может быть, это когда-то перейдет уже в бизнес. Да. Почему нет? Почему нет? Тем более, вам это нравится? Нравится, нравится. Мне нравится. Ну, конечно, хорошо было бы, заняться своими делами. в театр, кино. Ну, телевидение меня тоже не так привлекает. Я работаю, но меня, самое большее меня привлекает театр. Я себя считаю актером театра. Ни кино, ни телевидение, больше театр. Вы помните 9 ноября 2020 года? С одной стороны, вот это шахиды, Аллах Рахмад Расим, ну, естественно, победа. Как бы, вот мы когда часто выезжаем куда-то, или наши друзья приходят, приезжают, прилетают откуда-то, они говорят у нас уже статус другой, где мы работаем, где живем, живут армяне, которые на нас смотрели, как на проигравшего, теперь мы, ситуация поменялась, мы на них смотрим. Это гордость. Гордость. Вы уже были за 2 года, удалось посетить освобожденные территории? Где-то были в Шуше, например, не знаю, в Ахдаме, где-то еще? У нас тогда туда не пригласили, если честно, Мещуга только одного пригласили, когда там фестивал в Шуше был, но мы с Джошкуном в Адруте были, перед солдатами выступали концерт, не весь концерт, был концерт, и мы там выступали, один номер, и недавно снимали стихи Пахтьярова в Ахдиярова, в Абзаде, в Ахдиярова, в Каднио Зэфэрбайраме. Мы были в Зангилане, мы были в Худафарин, Корпи и Агли, Аглишар. Мы были там, все больше не было. Ну, в свое время, когда я был ребенком, я был и в Шушей, и в Лачин, и в Калбаджар. Все по этим местам гулял, очень много. Как вы думаете, когда был в городе концерт в Ханкенде? Не могу сказать, скоро или может даже скоро, может не скоро. Там вот ситуация, которую ты не можешь предсказать. То есть, как говорится, в виде городской недели, давай, концерт. А где-то, не, пока нельзя. Я же не знаю там, какая ситуация. Я стану. Иншалла, косметолог. Подпишем их субтитры. Вернисалг. Поверь, если мой общий бизнес, останавливайся до следующего квартала.